Здравствуйте! Это факты мнения. В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада. Расчистка дорог и пешеходных зон от снега и наледи – это главная тема сегодняшней планерки в администрации Краснодара с участием мэра Евгения Первышева. Чуть ранее, во время заседания оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада, глава города поручил проверить работу управляющих компаний, на которые поступило много жалоб на уборку снега. В Краснодаре организовали мониторинг по расчистке придомовых территорий. Выполнять эти работы должны силами управляющих компаний. В противном случае грозит административная ответственность. Если уже черный список недобросовестных исполнителей, куда можно направлять жалобы на УК, расскажет Елена Шлыкова, заместитель начальника управления по жилищным вопросам Краснодара. Елена Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, для управляющих компаний снег стал неожиданностью, как всегда? Как обычно. Какова ситуация сейчас на данный момент? На сегодняшний день были осуществлены уже выходы на многоквартирные дома, для того, чтобы проверить, как управляющие организации справляются со снегом. Но пока такой статистики нет, ближе к вечеру будет. Формулировка «штормовое предупреждение» для управляющих компаний. Что это должно значить? О том, что им необходимо принять все меры по уборке снега, наледи, а также обработать преддомовую территорию песчано-солевой смесью. Что предполагается правилами, которые утверждены 170-м постановлением госстроя. Это обязательные жилищные требования, которые управляющие организации должны выполнять. Насколько заблаговременно управляющие компании получают точный прогноз погоды? Насколько все были заранее предупреждены и уведомлены о том, что нужно мобилизоваться на расчистку снега? Управляющие компании, во-первых, должны самостоятельно отслеживать прогноз погоды для того, чтобы проводить эти мероприятия. Но управлением по жилищным вопросам заблаговременно были предупреждены управляющие организации. Мы написали им письма о необходимости принятия в мир в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. А вот сама технология, вот эти письма, они должны перед каждым снегом выдаваться? По-моему, это очевидно же, что управляющие компании... Да, это очевидно. Но для управления важно, чтобы управляющие организации выполняли свои мероприятия. И, скажем так, это была инициатива, конечно, управления. Также заходили письма из Управления гражданской обороны о необходимости принятия мер управляющими организациями. На основании этого нами были написаны письма. Город не оставляет без внимания ситуацию с погодой. Мы знаем, что был и оперативный штаб. Положено ли управляющим компаниям, представителям присутствовать на такого рода заседаниях? Или уже информацию они получают позже от вашего управления? Ну, они получают позже, конечно, от управления. Но и в любом случае, как я уже сказала, они, конечно, сами должны мониторить прогноз погоды и выполнять все эти мероприятия. Поэтому обязанности, как таковой, не существует их информировать. Давайте разберемся, где меры зоны ответственности управляющей компании. Потому что, как мы говорим, жалобы есть. Не во всех дворах, так скажем, прямо все почищено и идеально подготовлено для пешеходов. Вот где заканчивается зона ответственности? Каковы площади? Как это все понять человеку, который живет в многоквартирном доме? Ну, существует такое понятие, как общедомовое имущество, в которое входит также и придомовая зона, за которую отвечает управляющая компания. Собственно, у них есть перечень общедомового имущества, куда входит и также есть кадастровый участок, на который именно придомовая территория ограничена. То есть я выхожу из подъезда, на крыше подъезда огромная шапка снега, за это все отвечает управляющая компания? Да, управляющая компания обязательно должна очищать крыши от снега, не допускается снег высотой более 30 сантиметров. По мере необходимости также управляющая организация обязана очищать от сосулек, будь то балкон или крыша. Высота сосулек имеет значение в этом случае? Не имеет. Но вот вы говорите, не менее 30 сантиметров. Это обязательно, то есть не допускается полотно более 30 сантиметров. Но, конечно, они по мере необходимости обязаны очищать крышу от снега. А если меньше, то что измерять с линейкой? По мере необходимости, скажем так. Да, с крышами более-менее разобрались. Дальше тротуары и если автодорога, скажем так, она прямо выходит из подъезда. Здесь кто, что, когда должен чистить? Управляющая организация обязана очищать, соответственно, крыльцо, придомовую территорию. В первую очередь они обязаны очистить пешеходные зоны. И далее уже при помощи спецтехники они обязаны очищать дороги, которые входят в придомовую зону. В какой срок это должно произойти? Это прописано, регламентировано вообще во время снегопада? Как только он перестал идти, в каких-то промежутках? Как это вообще должно быть правильно? Потому что люди утром проснулись в понедельник, да? И снова здрасте называются. Ну, в соответствии с правилами, они должны как можно быстрее очистить в первую очередь. Это пешеходную зону, придомовые дорожки. В течение полутора часов, начиная от полутора до трех часов максимум, они уже должны все это очистить. Это с момента начала снегопада? Ну, не с начала, а когда уже, соответственно, увеличивается снежный покров, который можно очищать. Он же может не ложиться, скажем так. Поэтому, как только появляется уже какой-то снежный паст, они должны сразу же начинать их очищать. Это где должно заканчиваться, допустим, как только прерывается тротуар или какие-то выходы, допустим, к магазинам ближайшим, к соцобъектам, к остановочным пунктам? Как это должно выглядеть? Нет, только придомовая территория входит в обязательства управляющих организаций. Кто-то должен проверять наличие песка, каких-то лопат, виников, каких-то других инструментов, инструментария управляющих компаний. Потому что, ну, на просьбы жильцов, наверное, должны тоже откликаться управляющие компании. Но есть же какая-то вышестоящая организация. Как это все контролировать? Ну, наличие, скажем так, снега и инструментов мы не проверяем. Но в любом случае, конечно, как только поступает заявка от любого жильца о том, что необходимо, допустим, очистить тот же снег, в течение часа управляющая компания обязана назвать номер этой заявки и в течение какого срока они ее отработают. А может в качестве отговорки быть фраза, что не располагает управляющая компания, допустим, инструментарием? Или не отвечает на поступившие жалобы от жителей? Дело в том, что при составлении любого договора управления многоквартирным домом управляющая организация обязана включить туда все обязательные жилищные требования, куда входит и очистка территории от снега, наледи, а также посыпка этой песчано-солевой смесью. Ну, соответственно, необходимый инструмент. И при закладке тарифа на содержание и ремонт текущего дома, они, конечно, включают стоимость вот этих всех мероприятий. Есть еще такое мнение, что управляющая компания может не заниматься расчисткой тротуаров, если, допустим, тариф там несоответствующий, да, или не произошла смена тарифов. Вот в этой ситуации разъясните, как должно быть на самом деле? Это является обязательным жилищным требованием, утвержденным постановлением. Соответственно, независимо от того, какой они в тариф туда, ну, то есть какую стоимость они вложили в тариф, это не имеет значения, они обязаны расчищать территорию. Вот сейчас мы говорим о том, и после планерного совещания в мэрии, мэр подчеркнул о том, что нужно мониторить, и потребовал вообще ситуацию всю и по финансовой деятельности управляющих компаний. Как этот мониторинг уже осуществляется? Я так понимаю, что непогода началась не сегодня. Финансово-хозяйственную деятельность мы не проверяем, это не входит в компетенцию управления по жилищным вопросам. Но в данном случае мы анализировали несколько договоров на управление многоквартирными домами, которые были размещены в системе ГИЖИКХ, а также на сайтах администрации, которые мы проанализировали. Везде включены эти обязательные положения, в части по уборке территорий, и, соответственно, приложением заложена стоимость этих работ в тариф. Мониторинговые группы. Как это выглядит? Сколько человек? И как контролировать сейчас работу управляющей компанией? Порядка 8 специалистов управления по жилищным вопросам осуществляет мониторинг деятельности управляющих компаний. В управлении по жилищным вопросам существует горячая линия, куда могут обратиться любые заявители по номеру 218-92-40, либо 218-92-70. Эти заявки поступившие, а также по письму Государственной жилищной инспекции Краснодарского края специалистами был осуществлен мониторинг, были осуществлены выезды. Порядка тысяч многоквартирных домов за этот период уже обследовано. По результатам, в случае, если выявлено нарушение, составляются акты на сегодняшний момент. Не берем сегодняшний день, потому что пока этой информации нет. Составлено 80 актов, которые в дальнейшем были направлены в Государственную жилищную инспекцию для составления протокола об административном правонарушении. Это у вас данные с начала этой зимы, видимо? Да, конечно. Не последнего снегопада. Давайте по последним погодным условиям. Куда выезжали ваши специалисты? Все ли районы удается охватить вашим взором? Конечно, мы каждый район охватили. Конечно, все дома мы проверить физически не можем. Зачастую проверяются повторно те дома, в которых ранее были выявлены нарушения. Надо сказать, что ваши специалисты выезжают на место в любое время суток. Можно и в темное время приехать. То есть прикрыть свою недоработку не получится. Вы делаете и фото, и видео фиксации. Подробнее расскажите, в чем заключается ваш контроль? Во-первых, предварительно мы, естественно, направляем письма. В выходные дни в основном мы в телефонном режиме отрабатываем с управляющими компаниями. То есть мы им звоним и напоминаем о том, что вам же необходимо провести эти мероприятия. Они, как правило, присылают фотоматериалы о том, как проводятся работы по расчистке территории. И уже в рабочие дни специалистами, начиная с самого раннего утра, еще бывает даже темно на улице, действительно выезжают специалисты. И зачастую с участием управляющих организаций мы смотрим о том, как они очищают территорию. Ну, как правило, в начале дня это, в первую очередь, конечно, пешеходные тропинки. Если выявляются нарушения, дальше ваши действия? Далее составляется акт в отношении этой управляющей компании, которая не приняла меры. Прикладываются фотоматериалы и в дальнейшем отправляется в Государственную жилищную инспекцию. Действительно управляющим компанией можно наказать? Да, конечно. Есть ли прецеденты? Конечно, управляющие компании несут ответственность и в случае выявления нарушения накладывается штраф на должностное лицо от 40 до 50 тысяч и на юридическое лицо от 250 до 300 тысяч. У нас были такие случаи? Ну, я так не скажу, потому что протоколы все-таки составляют ГЖИ и они выносят решение. Но если эта управляющая организация, скажем так, ни разу не нарушала и на нее акты не составлялись, то это может быть, конечно, и замечание, но если это управляющая организация неоднократно нарушала, то, конечно, может и максимальная сумма штрафа быть. Ну и в завершении, если так случилось, что не выполнила свою работу управляющая компания, человек поскользнулся на гололеде на нечищенной дороге, получил серьезную травму. В этом случае управляющая компания должна нести ответственность и куда можно звонить? У нас уже был такой прецедент. Мы инициировали проверку на основании распоряжения администрации о непринятии мер с последующим происшествием. И этот протокол также был направлен в Государственную жилищную инспекцию для составления протокола. Ну, а по поводу телефона в течение всей нашей программы, внизу экрана были как раз плашки с номерами, и можно звонить еще в единую дежурно-диспетчерскую службу по всем интересующим вас вопросам. Это было мнение Елены Шлыковой, заместителя начальника управления по жилищным вопросам Краснодара. Всего хорошего, берегите себя и до встречи.